Добрый день! Меня зовут Оксана. Мы живем в городе Санкт-Петербурге. Мы решили начать лечение в центре БРД «Дистанционно». Моему сыну 4 года 10 месяцев. На данный момент у него задержка психического развития с аутистными чертами. Немножко расскажу о том, как все начиналось. Это были первые роды, первая беременность. Проходила она без осложнений. Сами роды проходили около 16 часов, тоже без осложнений, но зачем-то врачи надавили мне на живот при рождении. Ну, дальше было все в порядке. Примерно в 3 месяца, когда мы сделали прививку АКДС с полиомилитом, начали появляться разные уже симптомы паутичности. Например, такие, что ребенок постоянно плакал, я не понимала почему. Стал просыпаться по ночам и не спал 2 часа. И длилось это практически до 4 лет. То есть, просто не спал 2 часа. Дальше в году мы заметили навязчивое движение у него на крутящиеся предметы. В год и 4 я вышла на работу. Ребенок находился дома с бабушкой. Вот. Я стала замечать уже интересные вещи такие, что ребенок стал раскидывать игрушки. Интересовали его только крутящиеся предметы, колеса, крышки. Выкидывал игрушки в окно. Ну, так мы, собственно, и жили. И в 2 года 2 месяца я была беременна вторым ребенком, о чем мы сообщили Владику. Через пару недель у нас папа уехал в длительную командировку. Ну, через пару недель мы сообщили Владику о том, что он скоро идет в детский сад. Ну, по всей видимости, это оказалось для него стрессовой ситуацией. И навязчивые движения, которые заключались в том, что Владик открывал рот, открывает рот и выкручивает пальцы рук. Это на громкие звуки, если что-то не по его, на крутящиеся предметы, на колеса трамваев, на стиральную машину. Ну, вот, тогда мы забеспокоились. 2 и 4 мы пошли по врачам. Невролог нам поставила невроз навязчивых движений. Ну, дальше в сентябре мы пошли в детский сад. И через 2 недели у меня спрашивают, а ваш ребенок вообще разговаривает? Я говорю, конечно, разговаривает. То есть с речью у нас особых проблем не было. Единственное, да, что она всегда была, но развитие шло очень медленно. Но говорит он много и до сих пор говорит много. В 2 и 8 мы пошли к психологу. Нам поставили аутизм с посещением обычной школы. Родственники все говорили, что перерастет, что все это ерунда. Ну, мы пошли дальше. Я стала читать про аутизм. И очень долгое время я все это читала, переваривала. И где-то в октябре 2016 года Владика мы посадили на диету. Убрали молочку, убрали глютен, казеин. От молочки он был очень зависим. То есть он в день выпивал около 2 литров молока. Больше особо ничего не ел. Вот. Мы посадили его на диету и заметили, что он стал намного спокойнее. Навязчивых движений стало меньше. Поведение улучшилось. То есть до этого он все время смотрел мультики. Если не мультики, то он садился на окно, смотрел на трамваи. И повторял свои навязчивые движения. Либо выл. Дальше мы перешли. Узнали о методе Тинуса Смитса. И стали с декабря 2016 года выводить прививки. На этом этапе за год мы добились того, что Владик стал все-таки общаться с детьми. Если раньше он подходил, толкал их в спину, то теперь он разговаривается, общается. Но не всегда до конца поддерживает диалог. Не всегда включается в игру. Но тем не менее общается. Что мы имеем на данный момент? Какие еще проявления аутичности? Навязчивые движения. Машет руками, заводит их за спину. Постоянно он у нас птичка. Зацикленность на рыбках. То есть книжки только с рыбками. Все разговоры о рыбках. Не может сосредоточиться. Очень сильная гиперактивность. Все-таки слабый еще контакт глазной. Не может выполнить последовательные действия. То есть он теряется, забывается, отходит в сторону, начинает прыгать. Если его попросишь даже одеться, то это проблематично. Истерики, если что-то не по его. С детьми контакт есть, но у многих вещей он недопонимает. Как играть в игру? Выставляет только свои условия. Если его условия не выполняются, начинает плакать, что его никто не понимает. Драться. Ну, дальше страхи. Страх перед сном. То есть перед сном он ложится, начинает грызть ногти. Говорит, что маме не страшно. Дальше. Днем он не спит, начиная вот с двух. Ну, где-то. Два-три года он перестал совсем спать днем и больше и не спит. И сам особо и не ест. В садике говорят, что он ест. Но дома он сам не ест. И не переносит громкие звуки, шумные компании. То есть мы не можем сходить в цирк. Мы не можем сходить на любое представление. То есть для него это невыносимо. На этом и все. Мы начинаем лечение. Мы начинаем лечение. Продолжение следует...